Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник Вознесения Господня. Праздник таинственный, исполненный очень великими и значительными смыслами и символами. Господь являет свою славу миру после воскресения. Ведь никто не видел момента воскресения, видели пустой гроб. Потом апостолы встречались со Спасителем, не всегда могли опознать Его, как не могла опознать Его вначале и Мария Магдалина, посещавшая гробовую пещеру. И только под воздействием Духа Святаго, несомненно, глаза апостолов открывались, и они могли опознать воскресшего Спасителя. А вот Вознесение есть яркая демонстрация этого воскресения, этой вечной жизни Спасителя, Его божественной славы. И узрели апостолы, возносящиеся тело их Господа и Спасителя, и поклонились Ему, и стали ожидать Его нового пришествия. Размышляя на эту тему, святитель Иоанн Златоуст говорит, Христос вознес к прежнему достоинству человеческую природу, освободив ее от власти дьявола. И действительно, мы об этом сегодня непременно должны подумать. Ведь в тайне Вознесения происходит нечто, необъятное человеческим умом. Сама человеческая природа возносится в тайну Божественной Троицы. Наша человеческая природа навсегда становится частью Божественной жизни. И не случайно говорит Златоуст о достоинстве человеческой природы. Это достоинство было помрачено первородным грехом, а потом множеством человеческих грехов. И оно вновь проявилось. Через страдания и крест и воскресение Сына Божьего. И мы должны ясно понимать, что наша человеческая природа имеет достоинство, соответствующее тому, чтобы быть в жизни самого Бога. но каждый из нас знает, что в личности своей, в жизни своей мы разрушаем это достоинство. Мы оскверняем его грехами. Иногда, когда смотришь на человека падшего, злого, продажного, предателя, сластолюбца, стяжателя, то как тяжело все это соотнести с достоинством человеческой природы, вознесенной в тайну жизни Святой Троицы. И вот это осквернение человеческой природы грехами было всегда после Адама. Но до Христа все эти болезни были смертельны для человека. А после Христа человеческая скверна перестала быть смертельной для достоинства нашей природы. Почему? Да потому, что Господь по милости своей дает нам возможность через покаяние, через добрые дела, через искреннюю веру освобождать себя от этой болезни. Царствует ад, но не вечнуют, вроде человеческом, говорит святитель Иоанн Златоуст и добавляет пали демоны. Эти слова свидетельствуют о том, что все мы находимся в условиях, когда зло может порабощать нас. Но у нас есть сила и возможность преодолевать это зло, постоянно обновлять достоинства, Богом сданное достоинство нашей человеческой природы. Мы постоянно имеем возможность не только глаза к небу подымать, но подыматься к небу. У нас есть эта сила, нам сам Бог дал эту силу через Сына Своего и Господа нашего. И потому праздник Вознесения это праздник торжества Спасителя, победившего зло и смерть. Это праздник и человека, возносящегося с телом Господа Иисуса Христа во объятие божественной жизни. И если так, если мы не чужие, но свои Богу, то что же означают наши человеческие ошибки, наши грехи и наша человеческая скверна? Они означают только одно. У нас есть лекарства, у нас есть средства побороть любую духовную болезнь. И если мы не принимаем эти средства, то это означает, что мы уподобляемся тем непросвещенным людям, которые, заболев вирусом, отказываются лечиться, думая, что это само пройдет. И нередко все кончается смертью. Вот так в нашей духовной жизни ничего само не пройдет, если мы сами не захотим принять тот дар спасения, который Господь принес нам, и через которое не только душа наша, но и тело имеет возможность войти в царство будущего века. Я с особым чувством сегодня совершил освящение этого храма. Он построен здесь недалеко от известной Лубянки, где совершались неправедные суды над многими людьми, в том числе над нашими иерархами, смещенниками, верующим народом. Нередко здесь и смертельные приговоры приводились в исполнение. Это был некий символ страдания наших людей. Но именно на этом месте воздвигается храм, посвященный не мученичеству, не смерти, а воскресению Христову, как символ того, что слова златоуста вечны и пали демоны. И никакой дьявольской силы, предопределяющей человеческую судьбу, не существует. Потому что сила Божия сильнее силы дьявольской. И прославляя новомучеников исповедников российских, мы молимся о том, чтобы по их молитвам Господь хранил нашу страну, хранил от наветок вражьих, хранил от того, чтобы греховное понимание человеческого достоинства не стирало из нашей памяти подлинное достоинство нашей природы и образа божественного, вложенного в эту природу, которую так явственно явил нам Господь, возносясь с плотью Своею на небо. И верим, что как апостолы ждали Второго пришествия Спасителя, думая, что оно придет вот-вот, мы, понимая, что время пришествия никто не знает, должны в каждый момент своей жизни быть готовы встретиться с Ним, с нашим Господом и Спасителем и иметь надежду на то, что и Он ведет нас в свое Божественное Царство. С праздником сердечно поздравляю вас! ХОТОР